Глава шестая. Гордость принцессы. Ночь – самое страшное время суток. Во всяком случае, так считают те, кто обладает фантазией побогаче и в детстве слышал пару другую страшных историй про банку варенья в теном шкафу, которые гарантировали ему пару недель шарахания от подозрительных теней. И, конечно, так считает ночная стража, которая в любой момент может столкнуться со всеми ночными опасностями, включающими ужасные тени с множеством щупалец, заблудившихся туристов, а также необходимость выйти на работу. А теперь к этому обширному списку добавилась еще и возможность повстречать принцессу Луну. И если до этого момента вы не совершили никаких героических деяний, не раскрыли никаких преступлений или просто не сделали что-нибудь полезное, чего стражники стараются всячески избегать, то в дальнейшем неудачливого стража закона ждала судьба, о которой лучше не рассказывать в застольных беседах. Но иногда приходит время встретиться лицом к лицу с ночными опасностями. Обычно оно настоит после третьей кружки сидра, когда совсем чуть-чуть не хватает мелочи на четвертую. Вот и капитан Хейден Корридж наконец решился покинуть уютный столик рядом с камином, не без помощи владельца, у которого, судя по всему, была аллергия на доспехи. По крайней мере, пока капитан и младший констебль не расплатились, он то и дело покашливал, стоя рядом с ним. Капитан полной грудью вдохнул свеженочной воздух родного города. И тут же пожалел об этом. Трудно было представить, что могло создавать подобное амбре, но оно определенно начало протухать. Причем еще лет двадцать назад. С правой стороны улицы раздался топот копыт, и оба стражника недоуменно уставились в темноту переулка. Им даже удалось разглядеть двух пони, лица которых показались капитану знакомыми. Впрочем, в следующую секунду он получил возможность внимательно рассмотреть виноватое выражение мордочки Капрала, которое почему-то предпочел врезаться в него, а не в кирпичную стену. — Капрал? — спросил Хейден, отряхивая те части своей брони, прикосновение к которым не вызывало крайне болезненных ощущений. — Может быть, объясните, что тут происходит? — Я... Мы зашли к информатору, потом за нами гнались. Ну, в общем, вот. Нерд с опаской уставился на что-то, лежащее на земле, в пару шагов от него. Хейден проследил за направлением его взгляда и охнул. Судя по всему, это был один из сэндвичей с сюрпризом. Никто из ныне живущих пони не мог описать его вкуса, и Хейден не горел желанием проверить, удастся ли ему первым совершить подобный подвиг. — Эх, что с ним делать? — подозрительно спросил капитан, изо всех сил стараясь дышать через рот. — Я же говорил, это наш информатор. Кто? Сэндвич? — Нет, Хубо. Там. Капрала еще раз удостоверился, что в упомянутом бутерброде пока не наблюдается признаков жизни. — Была записка, вот она. — Понятно, — кивнул капитан. — Но сэндвич вы зачем сюда притащили? Если он тут недельку полежит, то нам придется весь район эвакуировать. Четверо стражников посмотрели на сэндвич. Сэндвич посмотрел на стражников. Возможно, у служителей закона был бы шанс выиграть это противоборство, но с правой стороны улицы снова раздался топот копыт, который, судя по совсем недавно приобретенному опыту, не сулил ничего хорошего. Из переулка показались две фигуры в темных плащах, которые, как надеялся капитан, были всего лишь безобидными, законопослушными гражданами. — Вот они! Держи их! — заорал одна из фигур, глядя на стражников и разбивая в дребезги надежды капитан. Капитан вздохнул. За его спиной грифон расправил крылья и взмыл в воздух. Ему-то повезло, у него крылья есть. А вот капитану сейчас придется полагаться только на численное превосходство и на быстроту своих ног. И если он, конечно, хочет еще разок задуть свечи на тортике ко дню рождения. Он уже собрался было отдать команду о тактическом отступлении с целью перегруппировки в главном штабе, которая выражалась в том, что он заорал бы во всю глотку «Драпаем отсюда!» Как вдруг поднявшийся на достаточно большую высоту грифон камнем упал вниз. Хотя в этом случае такое выражение будет не совсем правильным, потому что камни обычно не имеют привычки падать на вас в середине ночи на пустых улицах. А еще у камней обычно нет острого клюва и длинных цепких когтей. Далее на странице следует целая строчка типографских звездочек. Примечения чтеца. Этими звездочками заменяется кратковременный эпизод, заполненный сквернословием и некоторой дозой насилия, которому, увы, все же иногда приходится прибегнуть. Когда же занавес раздвинулся, в декорациях ничего не поменялось, за исключением того, что на лбу грифона появилась пара маленьких капелек пота, а темные личности являли собой образцы сотрудничества и взаимопонимания. Я сейчас задам пару вопросов, а мы го, а ты, порфовар, ответь на них и все будет буэно, компранде? Да-да, милосерднейший, конечно. Примо, кто вас нанял? Я не знаю, великодушнейший, но он не сказал своего имени. Приказал называть его тенью. Секунда, что он еще сказал о себе? Почти ничего, стремительнейший. Он был молчалив всю дорогу, сказал только, что обещает нам большую награду. И? Прости, о быстрокрылый, но мне трудно придумывать новые титулы, когда ты задаешь такие короткие вопросы. Терцо, где он сейчас находится? О, лучший из лучших, он упомянул, что у него есть какое-то дело во дворце, а больше мне неизвестно. Си, кивнул Грифон. Вот так-то лучшее, что теперь, сеньорос капитанос? Дворец. Хейден нахмурился. Не помню, что в такое время там проводились экскурсии. Нужно срочно отправиться туда. А что с этими делать? Капрал мотнул головой в сторону притихших незнакомцев. Младший констебль Свифтнинд отправится со мной во дворец. А вы сопроводите их в штаб-квартиру. Потом решим, что с ними делать. Приказал капитан, ничуть не завидуя дальнейшей участи этих бедолаг, которая обязательно настигнет их, как только принцесса узнает об их существовании. Во всяком случае, пока она не узнала о существовании Хейдена, его жизнь была куда спокойнее, чем сейчас. — Си, сеньоро! Грифон бодро отслютовал и подозрительно покосился на конвоируемых. Те постарались сжаться до размеров булавочной головки, правда, с минимальным успехом. — Дворец, значит. — пробормотал Хейден. — Ох, и обрадуется старина Шайнинг, когда мы к нему в гости заявимся. Принцесса Селестия устала вздохнула и позволила себе зевнуть, изящно прикрыв ротик копытцем. Подумать только, уже четыре часа ночи, а гора пыльных свитков на столе не только не уменьшилась, но и упорно пыталась достичь потолка, несмотря на все старания принцессы. Конечно же, это были бумаги государственного значения, такие как письмо от сообщества музыкантов-землепроходчиков или проект нового закона, запрещающего кобылкам носить бороду длиннее двух шагов. И, разумеется, все это требовало немедленного вмешательства принцессы. Селестия только-только взяла в копыта и приготовилась насладиться очередным посланием сознательного гражданина, как вдруг к ней в дверь скромно постучали, стараясь не произвести на свет ни одного звука, громкость которого хоть как-то отличается от еле слышимого. «Да-да», — откликнулась принцесса, — «войдите». Дверь осторожно отворилась, и в комнату на цыпочках скользнуло скок по скок. Личный секретарь принцессы. «Здравствуйте, принцесса». Вежливо поклонилась пони. «Мне очень не хотелось отрывать вас от работы, но принцесса Луны и капитан Шайнинг-Армор требуют вашего срочного присутствия». «Ох, ну, конечно, я не могу отказать моей любимой сестре и капитану дворцовой стражи, правда?» Вздохнула Селестия и бросила взгляд в сторону кипы документов. «Пусть только попробуют вырасти, пока ее не будет». «И где же они ожидают меня видеть?» «В сокровищницу, ваше сиятельство». Сокровищницей дворца обычно становится огромная комната, доверху наполненная золотом, серебром, а также прочими дорогими, редкими и просто блестящими предметами, которые не пригодились в хозяйстве. Золото вообще годится только на всякие вазы да чаши, но стоит только попробовать сделать из него какую-нибудь кастрюлю, как вдруг она превращается из довольно-таки полезной штуки в произведение искусства. Изящный шедевр с каким-нибудь заковыристым иностранным названием. Попросту говоря, превращается в красивый, но бесполезный хлам, единственным предназначением которого является бесцельное пролеживание в темных сухих помещениях. В дворце Контерлота сокровищница представляла собой куда более скромное зрелище, ведь Селестия ценила практически подход к вещам, зачем позволять золоту лениво развалиться на холодном полу, когда можно заставить его работать. Однако в комнате не царила абсолютная пустота. В центре круглого помещения возвышался небольшой белый постамент, на котором Селестия оставляла свою корону в ночное время суток. На первый взгляд в сокровищнице все было в порядке. Постамент стоял там же, где и должен был стоять, и, по всей видимости, сбегать не собирался. Красную бархатную подкладку никто не убирал, она и дальше могла преспокойно собирать всю пыль, которая неизвестным образом проникала даже сюда. Но внимательному наблюдателю потребовалось всего несколько секунд, чтобы заметить, что один из краев подкладки был немножечко согнут, другой слегка примят, а рядом с постаментом лежит маленькая красная ниточка. Ах да, на подкладке еще отсутствовала корона, которую Селестия оставила там сегодня вечером, но внимательных наблюдателей обычно не интересуют подобные мелочи. Принцесса Луна ходила вдоль стен, ожидая сестру, а также обыскивая помещение в поисках горячих следов, по которым можно было вычислить личность преступника. К сожалению, никаких подобных следов она пока не обнаружила. Наверное, они все уже давно успели остыть. — Что здесь произошло? — спросила Селестия, обращаясь к стоящему рядом Шайнинг-Армору. — Вам удалось что-нибудь выяснить? — Да, принцесса, — ответил он. Корона была украдена. Нам не удалось обнаружить ее следов во дворце. Преступник, несомненно, профессионал. Никому не удалось бы проникнуть через сорок пять слоев сигнализации и охранных наговоров, не обладая огромным мастерством. — Весьма вероятно, капитан, — кивнула Селестия. — На меня волнует вот какой вопрос. Не мог ли преступник воспользоваться вот этой кнопкой отключения защиты, которая находится за вашей спиной? Шайнинг-Армор обернулся. В течение пяти минут все собравшиеся созерцали огромный красный круг с надписью «Отклзщ», пока Селестия вежливо не кашлянула, прерывая неловкое молчание капитана. — Луна, сестра моя, а что ты скажешь по этому поводу? Принцесса ночи еще раз окинула взглядом комнату. В основном все сходится с происшествиями в банках, но тогда похититель не взял ничего такого, что легко могло бы обеспечить ему безбедную старость. А в этот раз его целью стала одна из самых дорогих вещей в Эквестрии. Это не просто кража, нет. Это удар по гордости принцесс. Когда гордость принцесс задета, принцесса наносит ответный удар. Такого Луна спускать не собиралась. Она поймает этого наглеца. А когда она вернется с ним в штаб-квартиру, там ее уже будут поджидать бочка растительного масла и большая сковорода. Очень большая сковорода. Есть предложение, что начала благоварить принцесса, но в эту секунду за дверью раздался какой-то странный шум, больше похожий на звук, который издает насос. Принцесса насторожилась. Она уже слышала нечто подобное, когда в первый раз спешила на место преступления. А это могло значить только одно. Двери в сокровищницу широко распахнулись, и в них влетел капитан ночной стражи. Затормозить ему удалось только в середине комнаты. Это была самая большая удача за всю ночь. Еще пара шагов, и не миновать ему довольно близкого, но крайне кратковременного знакомства с принцессой Селестией. Офицер восстановил равновесие и вытянулся по стойке смирно, не забывая поклониться принцессам. Подумать только. Всего лишь одно незначительное движение головой гарантирует вам, что вы будете пользоваться ею и в дальнейшем. По крайней мере, в ближайшие пять минут. Капитан ночной стражи Хейден Корридж прибыл для срочного доклада. Отчеканил капитан на одном дыхании, которое еще не до конца восстановилось после небольшой прогулки через значительную часть города. «Докладывайте, капитан!» Кивнула Луна, краем глаза заметив в дверях младшего констебля, которая с интересом рассматривала пустой постамент. Капитан Хейден только сейчас решился взглянуть в ту же сторону. И замер от удивления. «Наверняка обе принцессы и командор дворцовой стражи собрались здесь не для дружеской беседы. Уж точно не в четыре часа ночи». Неизвестный преступник снова совершил похищение. «На этот раз пропала корона принцессы Селестии», — сообщила ему Луна. «Добыли ли вы информацию, которая может помочь найти его?» Луна постаралась взять себя в копыта, несмотря на усиленное биение сердца. Если он сообщит, что ничего не удалось добыть, то они снова вернутся в начальную точку, и все придется начинать с нуля. А если они все-таки что-то обнаружили, то капитану Хейдену повезло. Его позиция в очереди на сковородку будет отличаться от первой. «Да», — кивнул капитан. «Нам удалось узнать адрес, связанный с преступником». «Вот оно!» «Теперь-то Луна его не упустит. Надо отдать должное ночной страже. От них все-таки есть какой-то толк». Украв корону, этот воришка подписал себе приговор. И как только принцесса ночи его отыщет... «И что это за адрес, капитан?» «Сенная улица, 14». «Никто не смеет оскорблять принцессу Луну. Пусть он думает, что мрак ночи скрывает его». Истинная повелительница темного времени суток уже вышла на его след. «Пора, раз и навсегда, прекратить эти дерзкие ограбления». «Будем действовать быстро и решительно». «И пусть он раз и навсегда узнает...» «Когда ночь правит бал, Луна заказывает музыку». «Ночь – самое холодное время суток. Во всяком случае, так считают те, кто лишен теплого камина, согревающей одежды или хотя бы толстого одеяла. То есть всех тех вещей, о которых мечтает любой стражник в холодную осеннюю ночь, который имеет неприятную привычку выпадать именно на его дежурство. По крайней мере, каждое дежурство капитана Хейдена в это время года обязательно сопровождалось низкими температурами и пронизывающим ветром, которого интересовала одна единственная цель – найти все щели в броне капитана». Хейден поежился. «Ветер, как всегда, достиг успеха в своем начинании и теперь корот счувствовал себя кубиком льда в ведре с холодной водой, которое, к тому же, кто-то закинул в место, где температура и слыхом не слыхивала о том, что градусы все-таки могут подниматься выше отметки замерзания в воздухе. Правда, холод был не главной проблемой Хейдена. Где-то там, впереди, на высоте чердака трехэтажного дома, были заметны две тени. Принцесса Луна, конечно же, и слышать не хотела, а какой бы то ни было передышки и сразу же рванула на поиски преступника, горя желанием сделать с ним то, о чем Хейден очень сильно старался не думать. А бедному капитану ничего не оставалось, кроме как последовать за принцессой в холодную мрачную темноту, даже не оценив удобства небольших диванчиков, которые стояли в коридорах дворца. Воспоминания о них будут преследовать его всю оставшуюся ночь. Не говоря уже о том, что копыта Хейдена не оценили всю важность предстоящего задания и предательски снижали темп бега, а сердце уже паковало чемоданы, собираясь переезжать в другую часть тела. Нет. Конечно, все было не так уж и плохо. Самое интересное начнется тогда, когда силы, наконец, оставят его, и он упадет прямо на каменную кладку улиц столицы, которая вдруг показалась ему такой мягкой. Хейден мотнул головой, изгоняя самоубийственное желание. Если принцесса Луна прибудет на место и не дождется его, то эта ночь имеет все шансы стать самым ярким воспоминанием Хейдена на всю оставшуюся жизнь, которая, скорее всего, будет длиться не так уж и долго, как ему хотелось, если он не прибавит темп бега, который и так достигал пределов изнашивания организма. А где-то там, рядом с принцессой, сейчас парит младший констебль, который судьба преподнесла в дар пару замечательных крыльев. Нет. Хейден не слишком переживал, что не родился Пегасом. Просто когда понимаешь, что огромные булыжники, об которые так просто споткнуться, и петляющие закоулки улиц, в которых можно заблудиться, даже имея про себе компас и подробную карту, остаются внизу, когда ты взлетаешь в небо, мысли о равенстве всех пони и преимуществах бескрылых жителей Эквестрии как-то не сильно стараются появиться в голове. Наконец, один из закоулков вывел его прямо на Сеную улицу. Учитывая печальный опыт предыдущих торможений, в этот раз капитан решил применить другую тактику и начал тормозить до встречи с каким-то препятствием, которое обычно обладает мягкостью подушки, целиком вытесанной из гранитной плиты. В общем и целом, план был неплох, возможно, Кораджу даже удалось бы воплотить его в жизнь, если бы не встретившись на дороге камень размером с яблоко, который спокойно лежал на своем месте, терпеливо дожидаясь, когда он окажется на пути офицера ночной стражи. В ту ночь камню сильно повезло, чего нельзя сказать о Хейдене. Помимо знакомства с этим булыжником, ему удалось довольно тесно пообщаться с парой метров сенной улицы, пока это небольшое путешествие не завершилось дружеской встречей его головы с порогом одного из домов. Ну, по крайней мере, у него появился повод полежать и немного отдохнуть. Во всяком случае, он успел подумать об этом, пока не услышал за своей спиной шелест крыльев. — Этого просто не может быть! Он ведь не мог! — Капитан, вы нашли искомое здание! — произнесла принцесса Луна, внимательно рассматривая порог дома, с которого безуспешно пытался подняться Хейден. — Мы можем начинать! Капитан застонал. — Про себя, разумеется, ведь открытое недовольство приказом принцессы чем-то напоминало прыжки в горящий вулкан, с надетой на шею наковальней. — Ка-ка-ка-ка-ка! Конечно, принцесса! — слабо кивнул головой офицер, одновременно пытаясь отряхнуть пыль с брони. То есть, капитан надеялся, что это все-таки пыль, потому что броня вполне могла начать рассыпаться сама по себе. Похоже, что и самому капитану недолго осталось до подобного состояния. Капитан, наконец-то, решился взглянуть на дом и, к своему удивлению, не обнаружил перед собой огромную обветшалую громадину, для которой любой чих так же страшен, как мощный ураган. Дом не выглядел произведением искусства, скорее всего, его постройку доверили архитектору, который в детстве часто сооружил домики из коробочек, а в школе еще и выучился прорубать в них отверстия, почему-то зовущиеся окнами. Дом как дом, ничего особенного. — Замечательно, капитан. Принцесса посмотрела в темноту дверного проема. — Вы с младшим констеблем останетесь снаружи для пресечения любой попытки побега. — То есть мы не зайдем внутрь? — поинтересовалась молчавшая до этого момента пегаска. — Нет, младший констебль. — Я сама отправлюсь туда. — Решительно ответила повелительница ночи и с гордо поднятой головой вошла внутрь. Капитан проводил ее взглядом. Что-то подсказывало ему, что эту ночь он уж точно не забудет. Луна вздохнула и осмотрелась. Вокруг была непроглядная тьма. То есть для любого обычного пони она была бы абсолютно непроглядной. Но принцесса Луна обладала ночным зрением, которое другие получают лишь спустя килограммы съеденной моркови. Ничего особенного в обстановке дома не было, за исключением того, что этой самой обстановки вокруг не наблюдалось. Лишь голые стены молчаливо смотрели на своих товарищей, наверняка завидуя тем, кого решили не обделять куском прозрачного стекла. Принцесса осторожно шагнула вперед. Обстановка, вернее отсутствие обстановки в доме показалось ей немного странным. Обычно в домах пони куда больше предметов, их количество практически всегда превышает ноль, за исключением особо запущенных случаев. Что-то здесь не чисто, исключая, конечно, сам дом. На стенах не было ни единого пятнышка, которое свидетельствовало бы о том, что здесь существует хоть какая-то разумная жизнь. Но раз уж осмотр стены пола не принес никаких результатов, то пора посмотреть на единственный оставшийся вариант – потолок. Луна подняла голову наверх и сразу же заметила лестницу, которая уходила в небольшую черную дыру в потолке. Похоже, лестницу совсем недавно покрасили в черный цвет, хотя до этого она носила веселенький оранжевый оттенок, если судить по тем местам, где краска не до конца покрыла прошлый слой. Лестница в двухэтажном доме выглядела довольно логичным приспособлением, особенно для тех, кому природа не вручила пару крыльев, чтобы обходиться без помощи ступенек. Нужно обследовать второй этаж. Наверняка там будет интереснее, чем на первом. Во всяком случае, Луна очень надеялась на подобный ход событий. Принцесса снова вздохнула и начала свое восхождение. Второй этаж дома оказался местным, где был собран хлам самого разного рода, а пыли было даже больше, чем в хранилище свитков Селестии. В основном тут пролеживал свой век всякий мусор в перемешку с рухлядью. Принцесса разочарованно покачала головой. Если здесь кто-нибудь и обитал, то он давно уже надышался пыли до состояния ежесекундного чихания. Но не зря же она проделала этот путь. — Кто бы ни присутствовал здесь! Покажись! Иначе кара принцессы настигнет тебя! — произнесла Луна и начала вслушиваться в ночную тишину. Результат не заставил себя ждать. — А, принцесса Луна! — протянул голос, обладателя которого Луна не могла обнаружить, несмотря на все свои старания. — Наконец-то вы решили проведать меня в моем скромном жилище. — Я не вижу тебя! — принцесса топнула копытом. — Всему свое время. — Я покажусь вам, а пока... Голос взял небольшую паузу. — А пока что... — Кто ты такой? — Я тень, летящая на крыльях ночи. Что тебе нужно? — Все, что я могу взять. Мы не позволим тебе этого. — Как жаль, принцесса. Ведь вы не сможете подтвердить свои слова делом. Я ведь приготовил вам небольшой сюрприз, а теперь, как невелико мое желание продолжить этот разговор, я вынужден покинуть вас. Меня ждут кое-какие дела в Кантерлотском музее. Я искренне надеюсь, что вы не будете разочарованы моими стараниями. Луна снова огляделась с безуспешной попытки найти обладателя голоса. Вокруг был только мусор, мусор и мусор на мусоре. Ну и еще немного всякого мусора. Правда, на одном из старых ящиков принцесса заметила фигуру в черном плаще. — Мы нашли тебя! — торжественно провозгласила Луна. — Сомневаюсь, — ответила фигура, откладывая в сторону небольшую книжицу. — Не обращайте на меня внимания. Я тут так, по работе. В мысли Луны начали закрадываться смутные сомнения. Эта фигура никак не могла быть тенью. Преступник все же не обладал голосом, эффект от которого сравним лишь с нырком в ледяную воду. И наверняка не все воры носят при себе огромную косу с серебряным лезвием. — Так ты не вор? — Нет. Как правило, я забираю то, что и так уже потеряно. Принцесса все еще пыталась угадать, какая же профессия могла завести его на второй этаж этого странного дома. В голову не приходило никаких неконфликтующих со здравым смыслом вариантов. Ну, кроме одного. О котором повелительница ночи вспомнила только сейчас. — Подожди. А ты случайно не... Да говорить Луна не успела, потому что ситуация стала развиваться со скоростью чиха. Все началось с того, что краем глаза она заметила какое-то сияние справа от себя. Как оказалось, это был конец фитиля, который жизнерадостно горел ярким пламенем и приближался к другому концу веревки. Нетрудно было догадаться, что остановить догорание, происходившее со скоростью мысли, можно только если эта мысль успеет прийти вам в голову. Если рассуждать логически, то эту ситуацию, как и любую другую ситуацию на свете, можно рассмотреть с двух сторон. Положительная сторона заключалась в том, что ближайший завод по производству спичек находился в паре сотен километров от Луны. То же самое можно было сказать и о ближайшей пороховой бочке. А вот в месте, где заканчивался фитиль, никаких подобных вещей не было. Там вообще не наблюдалось ничего, способного вызвать взрыв даже самой слабой мощности. Ну, кроме разве что небольшого склада фейерверков. — Спи спокойно, милая принцесса! — прошептал невидимый голос. — Спи спокойно! Капрал Нерт наслаждался редкими минутами спокойствия, которых он был лишен с того момента, как в его жизнь ворвалась принцесса Луна. Его дела на сегодняшнюю ночь были окончены, а задержанные были успешно доставлены в штаб-квартиру и помещены во временную камеру, роль которой исполнил чулан. Для пущей надежности Капрал установил на дверь хитрую систему, защищавшую ее от случайного открытия и состоящую из старой швабры и небольшого ведерка. Хотя в этом и не было большой необходимости. Когда нарушители порядка наконец оказались отделены от младшего констебля двумя сантиметрами дерева, они наконец позволили себе немного успокоиться. Не решаясь, однако, расслабиться до конца, ведь по приблизительным расчетам дверь такой толщины сможет противостоять когтям Грифона всего пару секунд, если он, конечно, не пустит в дело клюв. Как бы то ни было, офицеры-стражи наслаждались заслуженным отдыхом, лениво посматривая друг на друга, изредка перебрасываясь фразами и стараясь не думать о том моменте, когда принцесса вернется в штаб-квартиру и даст им новое поручение. — Младший констебль, мы уже знакомы несколько ночей, а я все еще не знаю твоего имени. Как же тебя зовут? — удивленно спросил Капрал, поворачиваясь к Грифону. — Ах да, конечно! — кивнул Грифон и набрал в грудь побольше воздуха, как оказалось не зря. — Адриан, Альберто, Бернардо, Карлос, Эстебано, Эрнесто, Григорио, Умберто, Леонардо, Матео, Рикардо, Дальгрифону... — Я понял, понял! — поспешно закивал Капрал, пытаясь остановить нескончаемый поток информации, а затем с надеждой произнес. — А сокращение у твоего имени случайно не найдется? Грифон задумался. — В качестве сокращения можно было выбрать любое из его имен, но выбор был так велик, что можно было размышлять об этом до следующей ночи. — И возможно так оно и случилось бы, если бы ворота штаб-квартиры ночной стражи не распахнулись именно в этот момент. Капрал и Грифон одновременно вздрогнули, в последнее время судьба старалась изо всех сил, чтобы любимое занятие стражи — ничего не деланье, как можно скорее ушло в прошлое. — Однако, как это часто бывает, ожидания и реальность разошлись разными путями, не удостоив друг друга даже приятельским кивком. — На пороге стояла вовсе не принцесса Луна. — Как не было там капитана или младшего констебля Свифтвинд. Зато присутствовали несколько пони, одетых в доспехах дворцовой стражи. Причем у одного из них броня была выкрашена в фиолетовый цвет, который означал, что их коллеги прибыли сюда вовсе не на дружеское чаепитие. — Капитан Шайнинг Армор, дворцовая стража! — Пони в фиолетовых доспехах отдал честь. Капралу понадобилась пара мгновений, чтобы сообразить, что ему тоже необходимо сделать нечто подобное. И ему это почти удалось. Во всяком случае, он не потерял равновесие, хотя пару секунд был как-нибудь близок к этому. — Капрал Нерт, ночная стража, что привело вас сюда? Белоснежный единорог промолчал. Капрал начал подозревать, что новость, которую он принес, не заставит его прыгать от счастья. Но что же ужасного могло произойти за это время? Очередное ограбление? Нашествие туристов? Введение двойной смены? Наконец Шайнинг Армор глубоко вздохнул. — Именем принцессы Селестии, правительницы Эквестрии, а также властью, данной мне как капитану гвардии, я объявляю… Капитан сделал небольшую паузу и сочувственно посмотрел на Капрала. — Я объявляю о распуске ночной стражи. Продолжение следует... Редактор субтитров...